Мы находимся сегодня в этом микрорайоне, и ко мне было обращение Сергея Барлакова, который, я знаю, сейчас баллотируется в Государственную Думу. Он, к сожалению, сам заболел ковидом, но он человек-легенда, человек несгибаемой воли. Он обратился по поводу скоростного трамвая. Мы внимательно сегодня тоже эту тему смотрим. Я думаю, что мы будем помогать федеральным бюджетам. Действительно, я хотел бы вспомнить обращение Сергея, значит, на самом деле, очень активный боец по жизни. И Сергей Барлаков, у него есть прекрасный девиз – нет ничего невозможного. Если представить человека на его месте, действительно, ему непросто, но он сегодня активную позицию занимает почти в каждом вопросе. И особенно сейчас, когда видят, что есть некие поручения президента страны, связанные с улучшением качества жизни людей. Марат Хуснулин рассказал о планах выделить из федерального бюджета средства для создания пути, который поможет связать микрорайон Суворовский с центром города. И после обхода лицея вместе с губернатором вице-премьер отправился на облет так называемого Ростовского кольца. Зам. председателя правительства отметил, что по объемам дорожного строительства наш регион находится на втором месте по стране и высоко оценил возможности Донского края в реализации данных проектов. Ростовское транспортное кольцо же назвал интересным и важным для дончан и решил ускорить его строительство. Сегодня мы приняли кардинальное решение на год раньше его запустить. И для этого выделить дополнительные 17 миллиардов денег. Я такое решение принял, дал поручение и я думаю, что 1 декабря 2023 года обход Аксай будет запущен вместо 30 декабря 2024 года. Важно заметить, что это не дополнительные средства, а просто досрочное выделение. Это значит, что объект будет сдан раньше и при этом не подорожает. Регионы очень активно сегодня обращаются с заявками по инфраструктурно-бюджетному кредиту. У нас в общем объеме заявок еще почти на триллион. И сейчас регионы еще обращаются с просьбой заменять ранее утвержденные проекты. 33 региона обратились к такой просьбе. Считаю, что в этих условиях это абсолютно нормально. Например, Ростовская область. У них был проект по строительству общественного транспорта. Но сегодня трамваи, так как из-за импортного составляющего, они не могут быть поставлены в эти сроки. Тогда они предлагают построить, закончить, завершить обход Ростова. Что такая же серьезная антикризисная мера. Я считаю, что такие меры, прошу тоже их поддержать. Кроме того, хочу сказать, что у нас, например, есть обход Аксая в Ростовской области. Он был по плану 2024 года. Мы считаем, что мы можем ее закончить на год раньше времени. При сдвижке финансирования, там 7 миллиардов с 2024 на 2023 год. Это очень важная для южного направления дорога. Вы хорошо это знаете. И мы ускоренно ее строим и сдадим раньше времени. В конце марта, кажется, когда прошла информация о том, что проект модернизации ростовского трамвая не может быть реализован. А именно так многие наши коллеги и написали, что все, прощай трамвай. Вот буквально таким образом. Это вызвало резонанс. Вот как же так? То есть, ну, деньги мы перераспределим, и причины понятны, и обоснованы тоже. А что же с проектом? Вот я так понимаю, что этот вопрос не закрыт все-таки с трамваями. Ну, те, кто попытался из небольшого объема информации сразу сделать выводы, что мы что-то перестали делать или не будем делать, те, очевидно, ошиблись. На самом деле, мы не собирались отказывать от модернизации транспорта не только в городе Ростове, но и в других территориях Ростовской области. Эта тема требует внимания и решения. А в данном случае мы действительно инвестиционный бюджетный кредит посчитали правильным направить на завершение строительства кольца вокруг Ростова. Ростовское транспортное кольцо, так называемое западное хорда, протяженность 12,8 километра. И вместе с другими объектами мы в итоге создадим полное, полнокровное кольцо. Вот, кстати, я вижу, сейчас телезрители могут видеть, как эта хорда будет проходить. Не так давно Министерство транспорта докладывало, это был промежуточный доклад, работа над этим проектом сейчас идет. Но это мы сделали, исходя из экономической целесообразности. Ведь некоторые из финансовых средств, которые мы получаем из федерального бюджета, имеют возвратный характер. Данный проект будет работать и делаться с учетом частных вложений в том числе. И мы, он имеет возвратный характер, значит, не просто прокладывается дорога, а прокладывается дорога в ту территорию, которая со временем может развиваться. Таким образом, возвращать деньги. Это может быть жилищное строительство, это может быть иные объекты, самые разные. И вторая часть – трамвай. Мы действительно очень внимательно, скрупулезно спорили, я бы сказал, жестко спорили, для того, чтобы выйти с заявкой на реализацию этого проекта по городу Ростов. И такая заявка была направлена 1 апреля текущего года. Там тоже есть федеральная поддержка, мы на нее претендуем. Совсем недавно я обсуждал этот проект в Москве с одним из вице-премьеров. Перед этим мы с Хуснулиным вице-премьером правительства Российской Федерации. Теперь с Григоренко, тоже вице-премьером, который имеет отношение к реализации этих проектов. Мы договорились, у нас хороший уровень подготовки материалов предпроектных. Мы понимаем, как мы хотим это сделать. На самом деле, это, я бы сказал, не только модернизация существующего трамвайного обеспечения транспортного, но и, по сути дела, главное, что я вижу в этом, это, конечно, новые наши пути трамвайные из микрорайонов сегодня густонаселенных. Значит, и Левенцовский, и Суворовский, и развитие трамвайного сообщения в сторону старого аэропорта с учетом развития той территории и так далее. Собственно говоря, мы очень продуктивно поговорили на эту тему, представили свои материалы, как я уже сказал, вместе с заявкой. Наш проект сегодня одобрен. Теперь мы работаем, продолжаем с ним работать. Возможно, сейчас и не менее напряженный период времени, когда нужны обоснования, полном объеме, расчеты и так далее. Но задача сделать максимально для того, все для того, чтобы в 2023 году началась реализация данного проекта. Собственно говоря, никуда мы пока не ушли с этого проекта. Модернизации и развитию требуют не только трамвайное транспортное сообщение, но и другие. Это целый комплекс вопросов, в принципе, особенно городу Ростову, крупным городам нашей области, нужно продолжать работать над формированием и корректировкой вообще транспортной системы, системы транспортного обслуживания с учетом уже развивающихся территорий, с учетом территорий, которые потенциально есть в планах развития наших муниципальных образований. Это, наверное, самый верный путь, который позволяет в итоге комплексно решать вопрос по транспортному обеспечению жителей нашей области. Спасибо, Василий Юрьевич, что высказались по вопросу трамвая, потому что сколько мне уже ростовчан говорят, ну как же, в Таганроге будет трамвая, а в Ростове нет. Будет в Ростове, не хуже, чем в Таганроге, а с учетом того, что это будет идти за таганрогским проектом, возможно, еще более современным, потому что меняется и транспорт, и техника, и система обслуживания. Ну, сразу скажу, что да, Таганрогский трамвай – это пионер, пионер не только в Ростовской области, могу смело сказать, что пионер еще в модернизации трамвайного транспортного обслуживания и в Российской Федерации. Практически мы накрываем весь город, но это тоже часть работы, потому что продолжением этой работы будет, по сути, новая система обслуживания, используя троллейбусы, в том числе и в городе Таганроге. Так что эта работа, она ведь никогда не прекращается, я думаю, всегда будет актуальной на повестке дня.